Реальные же ставки на Украине куда больше золотого батона. И делаются они не в ходе выборов президента для Киева. Политическая борьба там копошение для отвода глаз. Кого бы не избрали, президент будет техническим. Порошенко? Пусть Порошенко. Тимошенко? Пусть Тимошенко. Еще кто-то? Ну еще кто-то. В любом случае, президент не сможет принимать самостоятельные решения, ведь под крики «Слава Украине!» страна уже лишилась суверенитета независимости. Зримым символом этого стал вице-президент США Байден во главе стола на недавней встрече в Верховной Раде. На этой неделе сын Байдена, Байден Джуниор, командирован на работу в компанию «Бурисма», которая уже получила лицензии на добычу сланцевого газа на Украине. Так и хочется сказать, жизнь не так проста, как кажется. Она еще проще. Папаша обеспечивает политическое прикрытие, а сын, как говорится, поближе к кухне. Не стесняясь, бесцеремонно, американцы с украинскими националистами, как с туземцами, словно с диким племенем, рассказывают про демократию, а в уме углеводороды. За углеводороды принято и воевать. Но делать это самим у американцев теперь не модно. Пусть этим займутся аборигены. Вот карта углеводородных месторождений Украины. Американцам нужна в Киеве такая власть, которая пустит их туда и будет готова к соглашениям по разделу продукции СРП, что раньше практиковались лишь с бесправными колониями. На Западной Украине все к этому готовы. В Донбассе с несогласными начали войну. Вот карта боев. Все знакомые названия. Славянск, Краматорск, Донецк, Мариуполь. А теперь наложим на нее более детальную карту месторождений. Чудесным образом те же Славянск, Краматорск, Донецк, Мариуполь. Там-то и война. Идет по американской стратегии подчинение себе пространств. Украина частный случай. Однородный член в ряду Ирак, Ливия, Египет, Сирия, Украина. После Ирака американцы сами не воюют. Сейчас другие технологии. Еще в 2006-м блестяще описал их русский философ Александр Зиновьев. Вот фрагмент его рукописи. Я употребляю выражение американские технологии, поскольку это не одна какая-то временная мера, а это образ жизни США на всю наступившую эпоху. Он включает в себя всесторонний комплекс технологий идеологических, политических, пропагандистских, интеллектуальных, насильственных, добровольных, военных, психологических, медицинских. Короче говоря, любых, какие может позволить себе могучая страна в своей грандиозной войне за господство над человечеством. Вечно атакующий золотой телец в украинском случае не обнаруживал себя до самого последнего момента. Новость о назначении сына вице-президента США Джо Байдена помогает дособрать сложный пазл. В череде цветных революций Майдан первая, которая цвета лишена, как сланцевый газ. Перестановки в совете директоров украинской газодобывающей компании Буризма, куда трудоустроился американский юрист Хантер Байден, наверное, можно было не предавать мировой огласке. Но утечки такого рода и происходят, когда истинный хозяин решает выйти из тени. Байден-младший вышел в интернет. Вместе с Хантером Байденом в совет директоров Буризмы вошел Деван Арчер, близкий друг пасынка госсекретаря Джона Керри, наследника кетчупа в империи Хайнс. Третий важный персонаж – экс-президент Польши Александр Квасневский. Его 27 визитов в Киев стали частью кампании по евроинтеграции Украины. Главный пункт – зона свободной торговли. Подписать планируют 27 июня. С Евросоюзом такую зону очень хотят иметь США. По американским законам, экспортные поставки газа, чье производство в Америке растет, можно осуществлять только в те страны, с которыми заключен договор о беспошлиной торговле. Но в старой Европе боятся, что вслед за газом потянутся и его производители. Губительные для экологии гидроразрывы пласта запрещены во Франции. Все ближе к такому решению немцы. На все согласная Украина с ее сланцевыми залежами для США и Европы – компромисс. Жалобы из села Веселое, где разведочные работы кипят, не слышат в Киеве и точно не услышат в Брюсселе и Вашингтоне. Вашингтон очень обеспокоен тем, что такая страна, как Германия, столь зависит от российских поставок. Если США удастся производить достаточно сланцевого газа на Украине, они могут отодвинуть Россию и попытаться сделать Европу независимой от российских ресурсов. Главная их забота в том, что за счет тесных экономических связей с Россией Германия утрачивает свой статус марионеточного государства. Это бизнес, и в нем всегда надо искать главную причину. Вы что думаете, что есть какая-то разница между тем, что они устроили на Украине с тем, что произошло в Иране в 1953-м, или с массовыми протестами в Бахрейне, или с войной в Ираке, или с Ливией, или с демонстрациями в Венесуэле. Это всегда касается нефти и газа, только их. Известный австралийский журналист Джон Пилджер на страницах британской Гардиан разбирает методы. Подобно руинам Ирака и Афганистана, Украина сегодня превращается в тематический парк ЦРУ, которым из Киева лично управляет директор этого ведомства Джон Брэннан. Десятки спецподразделений с ЦРУ и ФБР создают структуру безопасности, в рамках которой осуществляется контроль за варварскими нападениями на тех, кто выступил против февральского переворота. Факт киевского вояжа Брэннана в Лэнгли сначала отрицали, потом со скрипом признали, но как только о присутствии на Украине наемников из американской академии написал Шпигель, глава ЦРУ заговорил сам. Вы были в Киеве? Да, я был там пару недель назад. Про шагающих по Украине солдат удачи узнали от немецкой разведки. Во взломанном хакерами в фейсбуке Авакова всплыла переписка с вице-премьером Еремой, которая многое объясняет. Сейчас пока разбираюсь с теми, кто прибыл, занимаюсь распределением их по местам и поиском переводчиков. Как с финансированием следующей партии? Игорь деньги выделяет. С этим вопросов не будет. За раз важно усилить Донецк, Харьков и Днепропетровск. Эксперты заявляют, что Россия особенно обеспокоена тем, что сильное разделение на Украине по вопросу о вступлении в НАТО, против которого выступает большинство русскоязычного населения, может привести к расколу страны, насилию и, в худшем случае, к гражданской войне. Депеша, положенная под сукну овального кабинета Бушем, не пригодилась и его нынешнему хозяину, чья администрация, похоже, разделяет главный принцип предыдущей. Если у вас есть что-нибудь в недрах, тогда наша демократия прилетит к вам. Валентин Богданов и Виктор Казаков. Вести недели. США. Набирает обороты скандал с использованием украинскими военными в Донбассе вертолетов символикой ООН. Организация Соединенных Наций потребовала от Киева разъяснение. Как сообщил журналистом представитель Генсеку, на эту тему состоялся серьезный разговор с паспредом Украины. Тому сообщили об ответственности за подобные действия. Белые вертолеты символикой ООН попали в объективы фото и телекамер недалеко от Краматорска. Эти кадры стали причиной крупного разбирательства. ООН объявила, что не давала мандата на использование на украинской территории техники со своими опознавательными знаками. Предполагается, что эти вертолеты когда-то участвовали в миротворческой миссии в Конго и потом были возвращены в Украине. Но по правилам организации их обязаны были перекрасить, убрав символику ООН. Добавлю, что российский МИД потребовал разобраться в том числе и с тем, не применялась ли эта авиация в ходе операции против мирного населения. Американские дикие гуси перевоплотились в украинских соколов и бесследно исчезли. Пропавших наемников, переодетых в форму спецподразделения МВД Украины, ищут СБУ, милиция, военные и спецслужбы США. Ведь из 300 прибывших на Украину бойцов-профессионалов, координаторы не могут досчитаться уже больше двух десятков. Двое интуристов пропали в Киеве, куда были вызваны для консультации новых силовиков-назначенцев. Однако лекции прочесть не успели, шли по разгромленному городу, случайно отклонились от намеченного маршрута, с тех пор их никто не видел. Буквально через несколько дней под Славянском исчезла разведывательно-диверсионная группа, нанятая, как говорят на Украине, местными олигархами Тарутой и Коломойским. Затем в Донецких степях испарился целый взвод. 20 дозубов вооруженных и обученных действовать в любой ситуации диверсантов. Поступали сообщения о том, что несколько сотен специалистов частной военной организации Грейстоун прибыли на Украину и США. Была информация о том, что в ряде инцидентов также были замечены иностранцы. Мы бы хотели, чтобы такие сообщения расследовались. Расследовать эти случаи на Украине не спешат, никому не хочется подставляться. Ведь к какой бы структуре наемники ни относились, это элита диких гусей. Профессиональные диверсанты, имеющие реальный былый опыт. Из самого безобидного, что им когда-либо предъявлялось, пьяные гонки на военных джипах по центру Багдада. Не гнушаются они и убийствами, причем не только военных, но и безоружных мирных жителей. В самом начале волнений на Украине солдатам удачи платили по 500 долларов в сутки. Теперь, когда диверсанты бесследно исчезли и ничего не известно об их судьбе, цены поднялись втрое. Украинская сторона, она совершенно неадекватно себя ведет. И опираться на нее они не могут, потому что в Киеве каждый день новые правила игры. В ситуации, которая сейчас происходит на Украине, для любых обычных сотрудников частных военных компаний, для руководства, должно уже возникнуть понимание, что работать там нельзя. И возможно, это понимание уже возникло. Отсюда и первая версия, куда пропали иностранные наемники. Они просто дезертировали. Оценив обстановку, поняли, что простой прогулке не получится. Противник серьезный. И лучше потерять деньги, чем жизнь. И сейчас они сменили новенькую форму на поношенную гражданку и ждут удобного момента, чтобы выбраться с Украины. Это был бы идеальный вариант. Но в условиях реальной боевой обстановки без помощи Киева или Вашингтона рассчитывать на него не приходится. Хотя, по данным экспертов, улететь Диким Гусям все же предложили. Но не всем. Многие эксперты уверены, один из наемников не просто ценный агент, а близкий друг главы ЦРУ. Именно из-за этого бойца Джон Бреннан прилетал в Киев. Прилетал тайно, под видом туриста по фамилии Джонсон. Об этой тайне теперь знает весь мир. Но на самом деле глава ЦРУ прилетал в Киев дважды. Первый раз он прилетел в выходные 12-13 апреля в какой-то из этих дней. Договорился по ситуации, обрисовал ее местному руководству, своим подчиненным. А второй раз прилетал во вторник, 15 апреля. И привез деньги за выкуп. Выкуп за того самого наемника, который много знает и многих может сдать. Этот агент, по мнению исследователей, уже в США. Но неизвестно, где документы, которые были при нем. И непонятно, куда делись бывшие с ним 19 наемников. На этой неделе появилась информация, согласно которой именно эту группу принудили сдаться вооруженные люди в Донецких степях. При попытке их допросить выяснилось, что добровольный транслейтор, тичерка инглиша из местной secondary school, не может разобраться в тягучей гнусавом говоре пленников. Так что пришлось звонить в другой город, откуда через сколько-то часов прилетели люди и забрали граждан США туда, где на всякий акцент специалисты найдутся. Куда именно и кто забрал диверсантов, точно неизвестно до сих пор. Неясно также, к какой военной структуре они принадлежали. Но если пропавших на Украине иностранных наемников предъявят мировому сообществу, Запад и Киев подорвутся на мине, которую они сами и заложили. Если это вскроется, это будет грандиозный скандал. С другой стороны, если это будут сотрудники частных военных компаний, ЧВК, то надо помнить один момент. Они не могут появиться нигде, если не получено одобрение для их работы со стороны госдепа США или, если это британцы, то, естественно, форин офис. Наемничество международным правом запрещено, и наемники находятся вне закона. И использование их риск как для той стороны, которая их поставляет, так и для той, которая принимает. По всем правилам ведения войны они не подлежат взятию в плен, то есть с ними можно делать все, что угодно на поле боя. На Украине что угодно с пропавшими наемниками делать не будут. Слишком они ценны. По словам экспертов, есть вероятность, что их пленили и удерживают до лучших, выгодных времен. А потом предъявят. Все усугубляется тем, что США сейчас их не признает. Американцы сказали, что у них нет информации о подобном. Потом сообщили, что обратились с этим вопросом напрямую в Грейстоун, и организация свою причастность отрицает. Но мы бы хотели точно знать, кто и что делает, потому что, если говорить дипломатическим языком, очень много было искажений реальности. В которых, кстати, обвиняли как раз Россию. Любое упоминание МИДа о наемниках американцы не стесняясь называли выдумками. Дело осложняется тем, что выдумки эти видело слишком много людей. И даже не в Донецких степях, а на Майдане. А скоро, быть может, наемники заговорят на других языках. На днях военную помощь Украине предложили 5000 иностранцев-добровольцев из Турции, Германии, Азербайджана и Грузии. Об этом заявил председатель Украинского совета тюрков Дажгин Гульмамедов. По его словам, добровольцы будут действовать независимо от официального распоряжения своих государств. И ждут только приказа от Киева. И приказа этого, по словам экспертов, долго ждать не придется. Ведь новая киевская власть не доверяет собственной армии. Но нет у них уверенности, что солдаты смогут методично истреблять свой собственный народ. А этим хлопцам абсолютно безразлично, в кого стрелять. Они вообще любят это делать. Дикие гуси из Блэйк Вотера, Грейс Тоуна, из Хэлла Траст, из Экэдеми действовали во многих локальных конфликтах. Афганистан, Ирак, Колумбия, Хорватия, Македония, Либерия. Ну а в перерывах между сменами наемники отдыхают. Снимают такие клипы. А что? Работа несложная, платят неплохо. На Украине сейчас 1500 долларов в день. Правда, желающих все меньше. Продолжение следует...